Всем привет! Сегодня мы на обзоре флагманская, ну или одна из флагманских моделей от китайской компании Rose Technologies. Модель называется BR5 Mark II. В общем, как понятно по названию модели, это пятидрайверные наушники со сбалансированным якорем, ну с излучателями со сбалансированным якорем, то есть пятидрайверная арматура, проще говоря. Вторая ревизия. Так как это достаточно сложная модель для компании, стоят они больше, чем типичные китайские наушники. Их цена на Panon Audio составляет 305, по-моему, долларов, но в общем-то в этом случае действительно производители постарались выдать максимум возможного и тут нельзя сказать, что они эти деньги берут ни за что, поскольку, ну в общем-то, сейчас обо всем этом я расскажу подробнее, я думаю, станет понятно, из чего тут складывается цена и как они выглядят на фоне, скажем, более дорогих конкурентов. Упаковка достаточно стандартная, тут нарисован сам наушник, его примерная схема, какие-то надписи на неизвестном языке. Шучу, конечно, язык известный, но все равно. Технические характеристики 14 Гц, 22 кГц, 14 Ом импеданса, 112 дБ милливатт чувствительности. Как видите, наушники достаточно чувствительные, но при этом они, кстати, что интересно, умудряются не сильно шуметь даже с мощными источниками. Там, где, допустим, андромеды шумят, роуз остаются достаточно тихими. Внутри такая вот коробка из черного картона с золотым тиснением, курсивчиком, в общем, все, все достаточно красиво по китайским меркам. Вытрясем сами наушники и набор аксессуаров, раз пошла такая пьянка. Собственно, эта часть снимается, чтобы удобнее было вынимать аксессуары. Так, все, все лишнее убрал. В общем, в комплекте поставки вы найдете сами наушники. Удивительно, правда? Вот такой вот переходник на 6,3 миллиметра, абсолютно обычный, кстати, ничем не выделяется. Пластиковую коробочку для хранения, компактную. Внутри комплектный проводок и вот такую вот баночку с насадками. В общем-то, баночка заставляет подумать о том, что производители наушников скооперировались с производителями косметики, потому что баночка явно от какого-нибудь кремчика или чего-то, или румян, или чего-то похожего. Насадок в комплект положили немного и они необычные. Пенки, маленькие двухфланцевые елочки, а также средние и маленькие однофланцевые насадки. Почему, может быть, возникнет вопрос, почему только маленькие и средние? Смотрите, потому что сами наушники сделаны с очень длинным звуководом, вот он, как его повернуть, он вот так вот аж изгибается в соответствии со слуховым каналом, поэтому садятся они весьма и весьма глубоко и поэтому крупные насадки просто так глубоко в ухо не войдут. Такая вот особенность их конструкции, поэтому разработчики положили только те насадки, которые посчитали логичными. Ну и в целом они правы. В общем, как видите, комплект поставки не супер шикарный, но достаточно неплохой. Сами наушники очень здорово сделаны. Во-первых, ну, скажем, субъективно, но мне нравится их дизайн. У них есть разные варианты с разными фейсплэтами, вот этими вот панельками. У меня вариант с синим деревом, таким вот текстура деревянная, подкрашенная, но очень красивая. И мне, собственно, нравится вот эта курсивная надпись. Почему-то оказалось, что много у нас есть нелюбителей курсивных надписей, но мне она, по крайней мере, нравится. Также очень неплохо сделана сама форма корпуса. Они достаточно компактные и глубоко садятся в ухо. Может быть, они подойдут не всем, но мне они садятся отлично, и благодаря вот этой глубокой посадке они обеспечивают очень комфортную и надежную посадку и хороший уровень звукоизоляции. Сама основная часть корпуса сделана из прозрачного пластика, и это, в общем-то, позволяет увидеть все внутренности. А тут есть на что посмотреть, поскольку использовали тут достаточно сложную схему. То есть, вот два излучателя, вот два излучателя видно, и виден один большой басовый излучатель. То есть, тут используется один драйвер для НЧ, это Knowles, два драйвера для СЧ. На СЧ используется Z-Sound, и на ВЧ используется тоже Knowles, если я правильно помню, TWF-K. Кроссовер сделан не с использованием SMD элементов, а полноразмерных. То есть, большой конденсатор, пара резисторов, проводочки, в общем, все смотрится достаточно эффектно. И что отдельно здорово, тут сделаны три раздельных звуковода, то есть, на каждый частотный диапазон он раздельный, и они объединяются только здесь. Как видите, вот тут даже поставили какое-то акустическое сопротивление. В общем, звук тюнинговали, по крайней мере, не получилось то, что получилось. Провод сменный, используется, разумеется, MMCX-коннектор. Хотя, запускай, что тут установлена защитная сетка, которая закрывает эти три выхода от попадания туда грязи, пыли, серы и еще чего-нибудь нежелательного. Насадки легко одеваются, но держатся весьма неплохо. Используются MMCX-коннекторы. Не стали тут на разъемах экономить. Они достаточно хорошо фиксируются с таким щелчком. Так, правый провод отмечен красным кольцом. Они достаточно надежные, сами по себе не отсоединяются, но при этом блюдозером их тянуть, чтобы отцепить не надо. Сам провод тоже достаточно неплохой. По словам Роуз, они использовали гибридный проводник, медь и посеребренная медь. Скажем, я не проверял, но думаю, что похоже на правду. Хорошие качественные металлические коннекторы, сформирована заушина. Тут нет проволоки с эффектом памяти, просто мягкая заушина, но со своей задачей она справляется неплохо, обеспечивая надежную фиксацию. Так, дальше провод идет такой вот обычный, витой, до самого сплитера. Провод, кстати, мягкий, не твердеет на холоде, не микрофонит практически, мало склонен к запутанию. В общем, весьма положительный проводочек, хорошо себя ведет. У него есть все справки и с места жительства, и с места работы. Сплитер прозрачный, видно, что тут никакой пайки, просто дальше идут четыре провода до самого штекера. Есть ползунок для того, чтобы подтянуть себе под подбородком разветвление, но нужды в нем особо нет, поскольку кабель не микрофонит. Дальше идет более толстый провод, аккуратненько сплетен, достаточно красиво, хорошо смотрится, как поведет себя со временем неизвестно, но будем надеяться на лучшее. И идет до вот этого вот прямого штекера с логотипом компании, тоже металлический. В общем, провод собран максимально качественно, тут есть защита от переломов, так что постарались сделать все на достойном уровне. Так что по дизайну наушники красивые, по схеме внутренней вообще очень здорово все сделали, но так, как делают обычно более дорогие производители всяких кастомов. Поэтому в целом за дизайн я бы поставил твердую пятерку. Ну и, конечно же, о звуке. Роуз тут видно над звуком поработали, поэтому он у них получился такой необычный и отчасти нестандартный. Наушники в целом нейтральные по подаче, с небольшим акцентом в свет, светлую, с небольшим акцентированием верхних средних и верхних частот, но при этом, на мой вкус, они не превосходят пределы допустимого. Пожалуй, я отступлю от своей стандартной схемы и описывать звук буду не снизу вверх, а сверху вниз и потом объясню почему. В общем, верхние частоты тут немного акцентированы. Я встречал жалобы в интернете, что их много, но, пожалуй, на мой слух, на мой вкус, ну, собственно, поскольку я делаю обзоры, то я говорю исключительно о своем вкусе, то их тут нормально. И тут нет переизбытка, они неплохо подаются, у них неплохие атаки и затухания, слоистость хуже, но, в общем-то, для этой ценовой категории это ожидаемо. Разрешение нормально, тут нет излишнего акцента, ну, по крайней мере, для меня. Может быть, для тех, кто не любит верхние частоты, они будут действительно слишком яркими, но для меня они грань комфортного не переходят и за счет этого не сваливаются на тот уровень, когда уже звучит все неестественно и ненормально. Поэтому за счет этого акцента на ВСЧ и ВЧ, собственно, он и диктует основной звук этих наушников, такой объемный, эффектный, с подчеркнутой детализацией и так далее. На фоне подчеркнутых верхних, средних и высоких частот, средние частоты кажутся, скажем, средние и средние, кажутся отведенными немного на второй план. На самом деле они достаточно линейные, у них неплохое разрешение, скажем, не супер детально они, но разрешение нормальное, и при этом они просто кажутся отведенными на второй план, но на некоторых жанрах и стилях не хватает агрессии, в основном на всяком тяже, не хватает иногда напора. Ну, не всегда на самом деле, но про вкусовые, например, как про жанровые предпочтения этих наушников поговорим в конце этой части. Разрешение на средних частотах нормальное, но при этом они не вытягивают весь мусор, не суют их вперед, как часто делают арматуры, особенно многодрайверные. У них хорошо строится воображаемая сцена, больше средней по ширине и глубине, достаточно объемная, с хорошим разделением планов и с неплохо очерченными инструментами, и достаточным количеством воздуха между ними, поэтому то, чего же дальше от арматуры, такого вот объемного окружающего звучания, тут есть. И, собственно, низкие частоты. Бас тут очень неплохо подает, он тоже такой, скорее, арматурный по характеру, он практически линейный с средними частотами, он не акцентированный, но при этом у него достаточно весомый, он обладает неплохой упругостью и ударностью, и, ну, вот, скажем, особенность его или характер его в том, что самые глубокие низкие частоты тут очень отведены на второй план. То есть, скажем, от мидбаса и выше все отлично, самых глубоких низких частот тут немного не хватает, ну, я думаю, в первую очередь потому, что тут используется всего один драйвер для низких частот, ну, а может быть, просто так их задумали разработчики, чтобы ничего не наползало на середину. Ну, поэтому, скажем, для какой-нибудь примитивной электроники, где нужна накачка басом, они не подойдут. В остальных же случаях, в принципе, НЧ тут достаточно, и они хорошо справляются со своей задачей построения основы, тем более, что у них хорошо получается передавать текстуры, они не размазаны, они быстрые, чуть-чуть даже быстрее по атакам и затуханиям, чем должны быть, но, в общем-то, это арматурный бас, поэтому тут мы, поэтому, в общем-то, тут мы получаем то, о чем мы и говорим. Стилистические наушники не универсальны, но, допустим, на джазе, на классике они себя показывают просто отлично. На каких-то акустических записях, на хорошо записанной поп-музыке, на не самом брутальном металле и роке тоже нормально. В общем, в тех случаях, когда нужна техничная середина, хорошие верхние частоты, они себя показывают просто отлично. На брутальном тяже или примитивной электронике они не так хороши, поскольку не для них созданы, в общем-то. Можно, наверное, сформулировать так, что Роуз сделали наушники для серьезной музыки. Если говорить о сравнениях, то в целом в этом ценовом сегменте в него попадает очень много, и, скажем, сравнить все со всем я не могу, поэтому буквально вот несколько моделей, которые приходят в голову. Допустим, вот первое, что в этом ценовом сегменте я обычно вспоминаю и советую, это 2000-я серия гибридов от DUNA. 2000-й J и обычный 2000-й. Но они, пожалуй, отличаются достаточно сильно. То есть 2000-й J, они такие линейные, нейтральные, они более резкие на верхних частотах, у них больше ВЧ количественно, и они более заметны, особенно на некачественном источнике. При этом у них менее, скажем так, более линейная относительно ВЧ середина, и, скажем так, сухой нейтральный бас, который уходит глубже, но при этом ему немного не хватает весомости, пожалуй. Тут чуть больше весомости на низких частотах. Обычный 2000-й это в целом такая более типичная гибридная модель с более медленными NCH, с более, скажем, с более арматурными средними частотами, такие более нейтральные, более суховатые, чем здесь. Поэтому еще из них, потому что просто вспомнились, потому что недавно на обзоре у меня были это Кемфайр Аудио Комет, тоже на самом деле не похоже, у Кометов у них акцент сделан на средние частоты, а тут середина как раз уступает, особенно верхним частотам, а у Кометов верхние частоты, наоборот, отведены на второй план. Поэтому тоже на самом деле не похоже. Я даже не знаю, что вспомнить. Скажем, Falcon C, который я очень люблю, но, скажем, Falcon C это эталон, в первую очередь, низких частот для меня. Их весомый, упругий, такой вот классный бас, но при этом они более тонкие и менее телесные на средних частотах, и при этом они немного более-менее натуральные на верхних частотах. В общем, наверное, ни одной модели я не могу вспомнить, которая бы напоминала Роуз, потому что Роуз действительно сделает такой необычный звуковой почерк, не универсальный, не для всех, но интересный и вкусный, имеющий свое право на жизнь, особенно если вот слушаете вот те жанры, которые упоминались. Ну и при этом наушники сделаны очень классно, на высоком уровне абсолютно, использованы сложные конструктивные решения, да и просто они стильно выглядят так, что если у вас будет возможность ознакомиться с ними, крайне рекомендую. Поэтому вот такая вот получилась модель. Спасибо за внимание.